Андрей Андреевич, конечно же, не могу с вами не начать с обсуждения последних дней. Не только Россия, Украина, но и весь мир сначала замер, потом изумился и теперь не понимает, выдыхать или не выдыхать. Был путь, попытка переворота, военный мятеж или просто бандитские разборки. Ваше мнение по поводу ситуации «Пригожин шел на Москву, но оказался в Беларуси». Ну, я давно пишу на эту тему, полемизируя с двумя, на мой взгляд, ошибочными мифами о Пригожине. Ну, самое распространенное и среди российских, и много украинских блогеров, что это все постановка, вся его деятельность, он по заказу Путина. Путин нужен Пригожину, чтобы он дискредитировал Шойгу, Герасимова, и вина так за поражение первого года войны ложилась на них. Ну, это действительно так было год назад, когда, помните, ведь начались эти нападки на руководство армии и Пригожин и Кадеров тогда в этом активно участвовали. Где-то в марте прошлого года Путин спустил их как бы с поводка, как своих псов. Ну, это стандартная ситуация любого фашистского режима, когда он терпит военное поражение. Возникает вопрос, кто виноват, фюрер или бездарные генералы, которые не смогли выполнить блистательный замысел фюрера. Ну, вот с этой целью и развернута была атака. Но постепенно фокус атак Пригожина сместился. Он же уже критиковал не только Шойгу и Герасимова, там нет боеприпасов, он кричал раньше. Он критиковал уже саму войну. Я вот процитирую последнее его выступление, его настойчивые, в общем, видеоблоги, лекции, которые он читал там в Сибири и Дальнем Востоке. Не мы придумали эту спецоперацию, не мы развязали безмозглую, ну, дальше я даже не могу его цитировать, уже нецензурная лексика, войну. Солдаты поймут, когда не поймут, кто их бросил в эту трагедию, они разорвут им задницы тоже, так сказать, скромное, эмфемизм. Ну, вот это он каждым своим выступлением подводил слушателей к мысли о том, что война проиграна, во-первых, она бездумна, война проиграна, и, собственно, надо с этим считаться, и надо уходить из Украины. И самое главное, что он работал на аудиторию как раз наиболее агрессивной. Вот это так называемое зет патриотическое быдло, для него же он был героем, и он их убеждал в том, что война проиграна, и из нее нужно каким-то образом выходить. На мой взгляд, он был фронтменом достаточно серьезной группы внутри будинской системы власти, ну, которая вот как раз поняла эту истину, что Путин проиграл войну, из нее надо выходить. Но дело в том, что это понял и Путин, но Путин, мы видим, он, я вот положение в нашей верхушке характеризую с помощью такой модели. Есть партия почетной ничьи, вот это Путин, он присылает массу посредников в Киев, чтобы заставить, убедить Украину согласиться на прекращение огня, какая-то значительная часть украинской территории остается в руках Москвы, и Путин продает и своему народу, окружение, это как почетную ничью, так называемую. Но становится все более ясно серьезным людям в Москве, что ни Украина, ни Запад на этом не согласится. И вот эта вторая партия, которую я называю партией почетной капитуляции, ее позиции все время возрастают, потому что люди поняли, что война проиграна, нужно думать уже не об Украине, не о завоевании мира. Она начиналась, не с Украины, она начинается, помните, ультиматум НАТО, собирайте монатки и убирайтесь вон. Начиналось с идеи мирового господства. Все это провалилось, и сейчас нужно думать о гораздо более важных вещах, сохранении власти и собственности, проигравшей войну стране. Вот этим занимается сейчас партия почетной капитуляции. И Путин привожен ее фрагмент. Собственно, вот это событие последних двух дней. Что достигло этой партии в эти два дня? Полной дискредитации Путина и напугало его до смерти. Вы же помните, что Путин сбежал. Он сбежал из Москвы вместе с Медведевым на самолете в Петербург. Путину было показано, что у него нет ни поддержки силовых структур, и не так называемой любви народной. Вы же видите, Путин Пригожин без единого выстрела взял штаб Южно-Восточного округа. И вот самая поразительная сцена – это его беседа на скамеечке с двумя генералами. Это, извините, генерал-полковник Евкуров, заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Алексеев, заместитель начальника генерального штаба. И они должны были, если уж этот долг не выполнил охрана штаба, они должны были из личного оружия застрелить Пригожина, ворвавшегося. Они с ним мило беседовали, он требовал выдать ему Шойгу и Герасима, которые были же в этом здании при приближении Пригожина и сбежали оттуда. Они шутливо говорят, забирай их. Но это картина полного развала в армии. Это необходимо было партии показать Путину, что у него нет никакой поддержки. Им легче потом будет убеждать, что война проиграна, и ему нужно уходить. И показать развал государства всему российскому населению и всей армии.